друзья мои я рада вновь приветствовать вас на своем канале и в этом видео будет обзор готовой работы перед вами лежит шапка связанная резинкой 2 на 2 универсальная модель которая подойдет и мужчине и женщине и каждый может носить такую шапку по-своему так как ему удобно с отворотом без отворота регулировать высоту этого отворота и такая модель будет смотреться индивидуально на каждом в первом варианте носить такую шапку можно оставив высокую острую задорную макушку второй вариант делаем выше отворот и получаем простую круглую шапку ну а в третьем варианте можно завернуть отворот максимально внутрь тогда получится двойная круглая плотно сидящая по голове шапка шапка связана из немецкой пряжи шахенмайер серия originals альпака классика на шапку у меня ушло два 50 граммовых мотка у этой пряжи в одном мотке от 90 метров 50 граммов 90 метров состав пряжи 60 процентов шерсти и 40 процентов альпака рекомендованные спицы для этой пряжи четыре с половиной тире пять с половиной миллиметров цвет номер 53 кому интересно такой вот красивый насыщенный синий цвет спокойный кстати сам производитель на этикетке заявляет о том что на шапку для взрослого человека как раз и потребуется 100 граммов такой пряжи два мотка вязала я свое изделие на круговых укороченных спицах но взяла спицы номер четыре то есть на пол размера меньше чем рекомендуемый минимальный номер спиц который указан на этикетке сделала я это для того чтобы резинка была связана более плотно поскольку для такого изделия как шапка это только в плюс у меня осталось совсем немного пряжи вот все что вы видите на своем экране все два мотка ушли в шапку шахенмайер это известный немецкий бренд который славится высоким качеством пряжи которые они производят настоящим немецким качеством и невзирая на то что моя пряжа произведена в румынии под этим брендом пряжи я осталась довольна это действительно очень хорошая пряжа у нее интересный состав я уже сказала 60 процентов шерсти причем шерсть это чистая не обработанная и 40 процентов альпака но при этом есть указание на этикетке о том что пряжа содержит мериносовую шерсть и альпака суперфайн нужно учитывать что изделия связанные из пряжи в составе которой есть альпака немного вытягиваются так произошло и с моим изделием об этом чуть попозже но а сама пряжа хорошая качественная вязать из нее приятно у нее хорошая скрутка достаточно упругая нить пушистая единственное что я уже говорила в одном из предыдущих видео пряжа чем-то обработана такое ощущение что или ланолином или парафином но когда вяжешь держишь нить в руке и в готовом изделии еще не выстиранным ощущается какая-то пропитка достаточно жирная такое ощущение что изделие как будто бы вот чем-то покрыта а по стирке на этикетке указана ручная стирка не допускается стирка в стиральной машине можно слегка отпаривать но конечно же это не касается изделий связанных резинкой допускается сухая химическая чистка шапку свою я постирала вручную и могу сказать что это пропитка после стирки ушла кстати а вода во время первой стирки окрасилась в синий цвет но само изделие не полиняла цвет не изменился готовое вязаное полотно сохранила свою пушистость и даже такой длинный ворс присутствует как я и предполагала изделие немного вытянулась но скорее в длину чем ширину по длине шапка стала на два сантиметра больше ну а по ширине практически не изменилась петли все расправились сохранился объем резинка хорошо держит форму однако поскольку после стирки пропитка который я уже говорила ушла шапка стала немного колоться для меня это нормально я спокойно переношу колючие какие-то изделия и даже в том числе и шапки меня это не беспокоит но учтите что вполне возможно людям с чувствительной кожей это не понравится то есть получается что та пропитка неустановленная пропитка то ли это ланолин то ли это вот парафин как мне написали в одном из предыдущих видео то есть вот эта пропитка которой была покрыта нить данной пряжи она делала эту нить более гладкой менее колючей но когда после стирки пропитка исчезла готовое изделие мне показалось колется в районе лба ну в общем там где открытые участки кожи но собственно шапка соприкасается у нас в основном с лбом и именно лоб наш бедный страдает от колючей пряжи вот на это я хочу обратить ваше внимание в принципе пряжи шахенмайер оригинал альпака классика я осталась довольна вязать из нее мне понравилось в процессе вязания нить не перекручивается не соскальзывает со спиц готовые изделия меня не разочаровала из этой пряжи хорошо вязать изделия резинками в том числе и шапки и резинка очень хорошо держится сохраняет свою эластичность хорошо держит форму полагаю что такие узоры как араны также будут очень выигрышно смотреться если мы их будем вязать и из этой пряжи шахенмайер оригинал альпака классика моя шапка связана на обхват головы 57 сантиметров высоту в общем она получилась 40 сантиметров где-то 11 12 сантиметров у меня уходит на отворот но это величина относительная отворот у меня не закреплен поэтому когда 11 когда 12 и высота самой макушки вот убавок непосредственно занимает 4 сантиметра в этом изделии я намеренно не буду говорить вам плотность своего вязания поскольку это понятие индивидуальное прежде чем приступить к вязанию вам необходимо связать образец например резинкой 2 на 2 если вы будете вязать такую же шапку постирать его измерить свой обхват головы произвести необходимые расчеты для того чтобы понять сколько петель вам нужно набирать для вашего будущего изделия подумайте какое изделие вы хотите получить вам нужно чтобы эта шапка хорошо сидела по голове облегала ее или вы предпочитаете более свободное изделие это тоже нужно учитывать при расчете петель ну помните также о том что не очень красиво когда мы снимаем шапку связанную резинкой у нас на лбу она отпечатывается то есть тут нужно с плотностью не переусердствовать вообще я всегда напоминаю своим зрителям о том что необходимо тщательно подойти и очень внимательно к расчету необходимого количества петель и я не отвечаю на вопросы если вы мне их задаете в комментариях сколько петель мне набрать из такой-то пряжи на такой-то обхват головы я прежде чем попасть в нужное количество мне петель распустила свою шапку три раза невзирая на то что и образцы я постирала и расчеты я необходимые провела тем не менее все индивидуально и будьте готовы к тому что вам все-таки какое-то время понадобится именно для того и только для того чтобы попасть в нужный вам размер напоминаю что я вязала свою шапку на круговых укороченных спицах номер 4 из пряжи 50 граммах который 90 метров для шапки я набрала 84 петли плюс одну дополнительную одна дополнительная петля нам необходимо для того чтобы замкнуть наше вязание в круг набираем 84 петли плюс одну дополнительную замыкаем вязание в круг получаем 84 петли на круговых спицах и приступаем к вязанию вяжем резинкой 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные вот здесь вот я нарисовала сверху розовые цифра 2 это лицевые внизу зеленые цифрки 2 это изнаночные петли резинка 2 на 2 и так вяжем на нужную нам высоту до того момента когда мы будем приступать уже к убавкам непосредственно у меня это 36 сантиметров высоту для того чтобы выполнить убавки на макушке вам необходимо для начала 2 изнаночные провязывать вместе одной изнаночной петлей то есть мы вяжем 2 лицевые далее 2 изнаночные вместе получаем из этих двух одну изнаночную то есть резинкой 2 на 1 мы вяжем когда мы сделали убавки у нас на спицах останется 63 петли на этих 63 петлях резинкой 2 на 1 мы провязываем 4 ряда в высоту и далее приступаем к следующему бабкам мы каждые 2 лицевые петли провязываем вместе одной лицевой то есть у нас получается с вами уже резинка 1 на 1 вот розовая цифра это 1 лицевая а зеленая 1 изнаночная таким образом у нас на спицах останется 42 петли и на этих 42 петлях резинкой 1 на 1 мы вяжем 4 ряда в высоту провязав 4 ряда в высоту резинкой 1 на 1 мы вяжем одну лицевую и 1 изнаночную вместе лицевой то есть у нас на спицах останется останутся только лицевые петли 21 лицевая петля после всех убавок лицевую и изнаночную петли провязываем вместе и вот 21 петля все лицевые мы их провязываем на 2 ряда в высоту на 2 уже ряда в высоту 2 ряда высоту вяжем лицевыми петлями у нас на спицах двадцать одна петля в третьем ряду после вот начала убавок мы провязываем еще раз каждые две петли вместе лицевой и у нас остается на спицах 11 петель после этого мы все оставшиеся 11 лицевых петель просто стягиваем той нитью которая у нас идет клубку своих комментариях вы иногда спрашиваете меня как соединить нить когда она заканчивается в одном клубке и вам нужно присоединить нить от другого клубка вообще такой информации много в интернете в том числе и на youtube вам нужно просто найти тот способ который наиболее для вас подходит есть некоторые нюансы по соединению тоненьких нитей или толстых если мы вяжем из объемной пряжи в данном изделии я уже говорила что у меня ушло два матка пряжи по 50 граммов то есть я один раз соединила нить от заканчивающегося клубка присоединила к той нити которая у меня шла от нового матка я делаю вообще честно говоря в таких случаях очень просто я просто связываю нить и не заморачиваюсь ни на какие другие способы не вижу особой разницы если в результате у нас все равно получится узелок просто нужно сделать узелок плотный но не переусердствуйте конечно чтобы у вас нить не провалась но в любом случае как бы вы их не соединяли если речь идет об узле то это все равно будет узелок и только от того насколько сильно вы стянете этот узелок зависит насколько он будет маленький и незаметный можно использовать разные способы если у вас более тонкая нить то можно соединять без узелковым способом эти нити посмотрите найдите информацию сейчас мое видео не об этом можно в принципе даже воспользоваться иглой для валяния чтобы свалять эти кончики способов масса но единственно учтите что если у вас маленькие мотки например по 25 граммов и соединение нити у вас придется на тот участок который будет в будущем отворотом которые вы будете выворачивать да и получится что у вас вот эта часть изначально была изнаночной стороной да а потом она становится лицевой так вот чтобы у вас кончик нити был соединен и спрятаны эти кончики вот если речь идет о замене нити именно на участке отворота то это должно быть сделано на лицевой стороне чтобы потом при выворачивании соединение нити было не видно ну а если вы соединяете нить на участке которые уже непосредственно находятся на голове то естественно хвостики вы прячете с изнанки тогда их не видно ну что ж в этом видео я поделилась с вами информацией о готовой работе универсальная шапка подходит и мужчинам и женщинам связана резинкой два на два с высоким отворотом и забавно веселой макушкой которые вы можете оставить а можете и спрятать будете носить эту шапку немного по-другому я познакомила вас с пряжей пряжа мне понравилось хочу поблагодарить интернет-магазин yarn house за предоставленную пряжу для обзора и для мастер-класса для обзора готовой работы шапка связанная из пряжи шахенмайер оригиналс альпака классика цвет номер 53 ссылку на интернет-магазин я оставляю вам внизу в описании под видео и также интересная информация для тех кто решит совершить в этом магазине покупки спасибо что смотрите мои видео я желаю вам творческих успехов дерзайте и все у вас получится а я буду с вами на этом прощаться до новых встреч всем пока пока